Узники Форд-Дикси, как русские военнопленные Второй мировой подняли бунт в США. Летом 1945 года на армейской базе Форд-Дикс в штате Нью-Джерси вспыхнули беспорядки, сопровождавшиеся массовым самоубийством. 154 советских гражданина, которые попали в плен в конце Второй мировой войны, устроили бунт, узнав что их собираются отправить в СССР. Беспорядки Форд-Дикси 29 июня 1945 года в газете New York Times вышла статья о происшествии в Форд-Дикси. Как сообщало издание, беспорядки устроили военнослужащие немецкой армии, однако на самом деле речь шла о бойцах русской освободительной армии генерала Власова. Они были захвачены в плен союзниками во Франции и Италии в 1944 году, не секрет, что солдаты Роа на практике были разбросаны по разным немецким частям. Условия в американском лагере были весьма сносными, и многие власовцы надеялись остаться в Соединенных Штатах. Но в соответствии с договоренностями, достигнутыми на Илтинской конференции, США должны были обменять русских военнопленных на американцев. Частично это было сделано уже в 1944 году, когда в СССР отправились военнопленные из лагеря в Вирджинии. Теперь, после окончания войны, настала очередь узников Форд Викса. Маршал Жуков в послании генералу Эйзихауэру заявил, что 80 тысяч американцев, попавших в плен к немцам и оказавшихся в советской зоне, будут возвращены лишь в обмен на 154 русских коллаборациониста. Как только стало известно скорой погрузки на пароход, власовцы забаррикадировались в своем бараке. Переговоры администрации с бунтовщиками ни к чему не привели. Когда узники подожгли бараки, американцы пошли на штурм. Помещение закидали гранатами со слезоточивым газом, после чего русские выбежали наружу. Бунтовщики успели наспех вооружиться столовыми ножами и дубинками из подручных материалов. Один из них напал на лейтенанта Клифтона Фриленда, слегка порезав ему руку. Затем группа напала на лейтенанта Иру Фридера, которого ударили по голове. Рядовой первого класса Георгий Герзанич, охранник, был ранен в руку, писала газета. В ответ охрана Форд Икса открыла стрельбу из карабинов и автоматов. Семь военнопленных получили ранение. Еще один, попытавшийся перелезть через колючую проволоку, также был ранен. В общей сложности неравная схватка продолжалась около 30 минут. Когда штурм завершился, в бараке обнаружились тела лейтенантов Игната Назаренко, фактиста Калинина и рядового Филиппа Сботова, по другим версиям, Шатова или Платова. Бывшие военнослужащие Роя свели счеты с жизнью, лишь бы не возвращаться в Советский Союз. Еще 15 человек готовились к самоубийству, но не успели его совершить. Депортация против высылки военнопленных из США активно выступали русские эмигранты, давно проживавшие в стране. Например, Американ-Русский Союз с помощью русским вне СССР и Толстовский фонд. Они напоминали американцам, что подобные действия нарушают Женевскую конвенцию. Узнав о беспорядках в Форт-Дикси, редакция газеты России отправила в адрес президента Гарри Трума на Телеграмму с таким текстом, «Во имя справедливости и во имя принципов, на которых были созданы Соединенные Штаты Америки, мы, американские граждане русского происхождения, объединенные вокруг нашей ежедневной русской газеты и полумесячного журнала на английском языке Россия, просим вступиться за русских военнопленных Форт-Дикс, Нью-Джерсей, и остановить бесчеловечную депортацию в СССР, где они будут замучены и казнены интернациональным коммунистическим правительством, укрепившимся в России». Буквально в последний момент, когда русские уже находились на пристани в Нью-Йорке, депортация действительно была приостановлена. Когда в следующие дни мигранты пытались посетить узников Форт-Дикс, им сообщили, что свидания с ними запрещены. По-видимому, в вопросе выдачи военнопленных американское правительство некоторое время колебалось. Однако 31 августа 1945 года 143 русских военнопленных все-таки высланы из Америки. В стране смогли остаться только 8 пленных из Форт-Дикси, которые не являлись советскими гражданами. Еще одному участнику бунта уже в Европе удалось доказать, что он – представитель эмиграции первой волны. Этот человек затем уехал в Латинскую Америку. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях.